Это самый большой из древних памятников Южного полушария. Перед нами гигантский пирамидальный буддийский храм, называемый Ступой. Барабадур является крупнейшим буддийским храмовым комплексом в мире. Возводившие его строители постарались воплотить в камни путь буддиста к достижению нирваны. Этот путь насчитывает девять ступеней. На каждой из них человек постигает новые духовные истины, дарующие ему просветление. Это второй уровень такого храма Ступы. На первом человек должен отбросить мирские желания. На этом пути человека сопровождают картины из жизни самого Будды, его матери и принцессы Майи. Вот мать Будды, ясница сон. Ей кажется, что вокруг нее кружится белый слон и в третий раз входит в ее тело. Ей предстоит дать жизнь удивительному созданию, белому слону. Подобное изображение служит тайным символом Будды, относимым к раннему периоду его жизни. Поэтому он изображен в виде белого слона. Здесь барельеф поврежден, а здесь, над Буддой, изображен священный зонтик. Этот и два следующих ряда барельефов рассказывает историю пилигрима Суальзана в «Польсках правды». Здесь же изображена фигура самого Будды, сидящего в свободной позе. В данном случае под Суальзаном понимается нереальный человек, а любой адепт, выбравший путь постижения тайн буддизма. Жизнь человека – это школа мудрости. Вот красивый барельеф. Прекрасная резьба. Пилигрим Суальзан становится учеником Будды. Теперь ему предстоит преодолеть себя, чтобы продолжить свой путь дальше. Следующая скульптурная группа повествует о преодолении физического мира. Это главное достижение адепта. А это пример левитации. Он умеет парить в воздухе. И отсюда мы переходим к удивительному пейзажу. Он мало изменился за последние 1200 лет. Подумать только. Это место и правда обладает волшебной силой. Человек все ближе к обретению просветления. Символически это показано в виде малых ступ, стоящих на большой. Всего в этом месте находятся 72 священных каменных ступы. В каждой есть изображение Будды. Не так много людей сумели достичь столь высокого уровня. На мой взгляд, только монахи, посвятившие жизнь медитации, способны достичь такого уровня, обретя в конце земного существования сознание Будды. Я думаю, что именно это и стремились передать создатели этого комплекса. Сегодня сюда изредка приезжают паломники из буддийских монастырей. Индонезия давно стала исламским государством, и сюда приходят только туристы. Какую роль играло это здание? Каково его назначение? Некогда оно являлось средоточием буддийской веры. Благодаря этим барельефам, паломники могли обрести путь к достижению нирваны. Они узнавали, как избегнуть горе и бед. Здание рассказывало им, что для преодоления страданий необходимо отказаться от желаний. Сейчас это очень популярное место. Здесь очень много туристов. Они приезжают, чтобы почувствовать колоссальную силу этого храма. Я рекомендую посетить Барабадур. Ни в каком другом месте человек не соприкасается так близко с недостижимым в нашем мире ощущением спокойствия. После посещения этого удивительного комплекса нас ждет поездка в страну, где эта религия стала символом нации – Таиланд. Столица Таиланда, Бангкок, несет в себе сочетание экзотики и вульгарности. В этом оживленном городе новыми богами давно стали деньги и секс. Но нам предстоит отправиться дальше, на север. Мы в древней столице Таиланда. В этом месте часто можно услышать грустное предание двух братьев. в которых ключевую роль играет образ слона. Эта история произошла в 15-м столетии. Два брата, сыновья могущественного царя, боролись за власть. Их соперничество закончилось дуэлью на слонах, в которой оба они погибли. На месте их смерти был возведен храм Ватрат Чабурана. Его центральная башня поражает своей красотой, но наш путь лежит дальше. У погибших был третий брат, не принявший в сторону ни одного из них в этом соперничестве. Нетрудно догадаться, что после их смерти царство досталось ему. Именно он возвел на этом месте мемориал. Внутри располагалась тайная сокровищница. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова